У нас сегодня проходит волонтерский Open Space. Это мероприятие для работников культуры нашей необъятной Новосибирской области. Мы рассказываем про внедрение цифровизации в учреждения культуры, как мы можем с новыми информационными технологиями работать, взаимодействовать на «ты» и внедрять эту технологию в работу с нашими читателями. Обмен опытом — это сейчас наиболее актуальная тема, потому что в культуре все больше и больше задействуют цифровые технологии, новые VR, проекторы, роботы, цифровые технологии. То есть это сейчас такая тема, которая требует гораздо более привлечения большого количества специалистов. Цифровая технология, которая давно уже внедряется в библиотечную сферу, это создание различных цифровых ресурсов, краеведческих в том числе ресурсов, которые рассказывают и правильно доносят о тех материалах, которые хранятся в библиотеке. И это необходимо, потому что фонды остаются фондами, они не всем доступны, а цифровая эпоха позволяет открыть книжные памятники, которые находятся в больших библиотеках и малым селам, малым городам недоступны. Вот, в принципе, вот это все настроено на то, чтобы библиотеки раскрывали свои фонды. Для любого возраста читателя, который будет для детей, мы проводим мероприятия. Для взрослых мы можем предложить не только цифровой контент, мы можем предложить и различные клубы по интересам. Мы можем научить, обучить. У нас сработает пульт студии, которые развивают творческое мышление ребятишек. У нас сегодня примерно 40% участников – это не библиотеки. Это клубы, это музеи, это дома и дворцы культуры и так далее, и так далее. Мы хотим увидеть интегративные возможности, как нам позаимствовать интересные идеи у других учреждений, что эти учреждения и их сотрудники могут позаимствовать у нас. Ну и, конечно, это волонтерский open space. Светлана сейчас рассказывала нам о волонтерском корпусе. Мы у себя тоже пытаемся развивать волонтерство. В этом году мы создали волонтерское движение среди сельских ребят. И сейчас на лекции я услышала много новой информации, благодаря которой мы сможем продвинуться чуть вперед, и детей продвинуть, и сами, так сказать, подучились. У нас все фильмы можно посмотреть, у нас можно мультики делать, у нас можно в настольные игры играть. Мы сами настольные игры создаем и печатаем через грантовые проекты. Мы все делаем для нашего читателя. Мы пытаемся создавать такие пространства, которые будут интересны, комфортны. Мы создаем те условия, при которых ты будешь себя чувствовать очень легко. У нас в библиотеке также есть сайт, соцсети. Мы их очень активно пытаемся вести. И подобные мероприятия расширяют круг наших знаний. Мы учимся чему-то новому. Это очень помогает привлечь в библиотеку, особенно молодежь, потому что сейчас молодежь в основном в интернете. И оттуда они узнают о нас, о наших мероприятиях. Поэтому я считаю, что это крайне полезный опыт и крайне интересные лекции. В современных библиотеках можно получить и реальную, и виртуальную книжку. Неважно, в каком формате вы читаете. Хотя я больше люблю традиционную книгу. Люблю ее запах, люблю тактильные ощущения. Вообще любите читать. И любите интеллектуально развиваться. Вот за этим ваше будущее.